По решению спортивного арбитражного суда российские спортсмены вновь на Олимпиаде будут выступать без государственной символики. Вместо флага – эмблема Олимпийского комитета России, вместо гимна – первый концерт Чайковского для фортепиано. По разным оценкам экспертов, россиянам прогнозируют около 70 медалей разного достоинства и борьбу за попадание в тройку лучших команд неофициального медального зачета. Есть надежда, что свой вклад в копилку сборной внесут и самарские спортсмены. 63-й регион в Японии будут представлять 13 атлетов и один тренер. Я надеюсь, что все наши спортсмены, все 13 человек будут достойны представлять наш регион, Российскую Федерацию, учитывая, что предстоящий сезон – это были сильнейшие спортсмены Европы, мира и Российской Федерации в своих видах. Самое большое представительство у самарцев фехтование – сразу 4 атлета. Виолетта Храпина, Павел Сухов, Кирилл и Антон Бородачевы. Виолетта и Павел будут выступать в соревнованиях на шпаге и первыми начнут сражения за медали 24 и 25 июля в личном разряде. 27 и 30 июля, соответственно, в командном. Братья Бородачевы будут фехтовать на рапирах. Их личный турнир пройдет 26 июля, а 1 августа мужчины вместе будут защищать честь российской команды. А самым первым у самарцев свои квалификационные выступления в Токио начнет Александр Визовкин. Отборочные старты в академической гребле пройдут уже в день церемонии открытия игр. Но медали гребцы будут разыгрывать лишь с 27 июля. Финал у мужчин в одиночном разряде, где выступает Александр, запланирован на 30 число. Мы предприняли все возможные шаги для того, чтобы эту подготовку улучшить. Мы приобрели новую экипировку. Мы купили новые высокого мирового уровня спортивные оборудования, такие как лодка, например, одиночка для Александра Визовкина. Свои притязания на олимпийскую медаль показал Александр Лифанов на недавнем чемпионате мира по современному пятиборью в Каире. Из Египта самарец вернулся сразу с двумя медалями. Вместе с Максимом Кузнецовым он стал чемпионом в эстафете, а в личном разряде завоевал серебро, уступив лишь венгру Адаму Мароши. Первые квалификационные соревнования по современному пятиборью у мужчин в Токио пройдут 5 августа, а седьмого состоится финальный раунд. Мы очень надеемся на Сашу Лифанову в современном пятиборье, потому что это сильнейший, это лидер сборной команды на сегодняшний момент и один сильнейший спортсмен в мире, поэтому мы тоже за него переживаем. Самую уникальную олимпийскую медаль может завоевать Анна Чернышева. Города, которые принимают игры, могут включать несколько видов спорта по своему желанию. В Токио дебютирует японский вид боевого искусства – карате. А вот на следующей Олимпиаде в Париже этой дисциплины уже не будет. Анна стала единственной, кто будет представлять Россию в этом виде спорта. Шансы на медаль высокие. Недавно она стала чемпионом Европы. Основные бои Анны в категории до 55 килограммов состоятся 5 августа. Мы очень надеемся на то, что Анна Чернышева совсем молодая спортсменка в карате, в новом виде, сильнейшая спортсменка, за вашу первую лицензию в этом виде, тоже будет достойно бороться за медали. Впервые в программу Олимпиады включили дисциплину BMX Freestyle. У самарской спортсменки Екатерины Кругловой есть шанс вписать свое имя в историю. Чемпион России начнет выступление в Токио 31 июля. Анастасия Лагина и Ольга Фомина постараются помочь гандбольной сборной России повторить успех предыдущих Олимпийских игр в Рио. Тогда женская команда выиграла золотую медаль. Руководить ими будет наставник Тольятинской лады Алексей Алексеев. Еще четыре игрока клуба входят в расширенный состав и могут быть вызваны на Олимпиаду до старта или в ходе соревнований. На групповом этапе России предстоят матчи против Испании, Венгрии, Швеции, Бразилии и Франции. Первый матч 25 июля. Чтобы выйти в следующий раунд, необходимо попасть в четверку лучших команд группы. Мы знаем, каким феерическим было выступление гандболисток на прошлой Олимпиаде. Очень надеемся на то, что наши девочки нас не подведут и в этот раз. Чемпионка Европы под зюдо Дарья Межецкая будет представлять российских олимпийцев в категории до 57 килограммов. На татаме член Самарского клуба ЦСКА выйдет в понедельник 26 июля. А затем 31 числа Дарья поможет российской сборной в командных соревнованиях. Всего один день, чтобы себя проявить, будет у Андрея Юдина. Соревнования по прыжкам на батуте пройдут 31 июля. Самое сложное предолимпийское время выдалось у пловца Александра Кудашева. 14 июля он был временно отстранен от соревнований за нарушение антидопинговых правил. Но уже через несколько дней его оправдали, и он сможет принять участие в олимпийских заплывах. Страну он будет представлять в плавании на 200 метров стилем батерфляй. На недавнем чемпионате Европы он показал в финале седьмой результат. Четвертьфинальные заплывы пройдут 26 июля, а финал 28. Желаем удачи нашей сборной и самарским спортсменам на Олимпиаде в Токио. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.